Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Тема поста очень многогранна и неисчерпаема. Но сегодня я хотел бы коротко поговорить о посте с несколько, может быть, неожиданной стороны, не совсем привычным образом. Мне кажется, что пост – это время, когда особенно стоит задуматься нам о том основополагающем жизненном принципе, который можно выразить кратко с помощью одного из двух глаголов, ключевых для любого языка. Глаголы «иметь» и глаголы «быть». Принцип «иметь» или принцип «быть» – это то, что человек всегда сознательно или неосознанно так или иначе осуществляет в своей жизни. Проявляется это даже уже на уровне языка, на уровне различного слова употребления. Можно сказать о себе «я хочу иметь друзей, иметь помощников, иметь семью или детей». А можно сказать «я хочу быть другом, быть отцом или матерью, быть кому-то в помощи». Каждый раз, когда мы осуществляем принцип «иметь» в своей жизни, мы проявляем потребительское отношение к окружающему миру, к другим людям и даже к самому Богу, поскольку и сам Бог в этот момент выступает в нашем сознании по большей части как носитель определенной функции, как тот, кто должен обеспечить нам все то, что мы хотим иметь. Одно, второе, третье, пятое, десятое. И, как показывает известная сказка, аппетит приходит во время еды и постоянно растет. Сначала по заре служна новая корыта, потом изба, потом социальный статус. И, наконец, хочу быть владычицей морской, чтобы служила мне рыбка золотая и была бы у меня на посылках. Как страшно, что даже сам Бог в сознании того, кто руководствуется принципами «иметь», начинает выступать в роли какого-то мальчика на побегушках, который должен исполнять все это. Потребительское отношение к другим людям и к Богу и есть то, что расчеловечивает нас. В пост с усилием отказываясь от пристрастия к пище, от пристрастия к вещам, от пристрастия к удовольствиям, мы как раз и преодолеваем себе тягу к тому, чтобы постоянно что-то приобретать материальное, потреблять или что-то и кого-то иметь. Тогда и открывается перед каждым из нас возможность начать руководствоваться принципом «быть». А это значит начать становиться людьми. Но благодаря этому принципу «быть», даже и сама потребность что-то иметь, претерпевает коренное изменение. Это новое мирочувствие. Мирочувствие того, кто готов быть, можно опять же кратко выразить с помощью слов преподобного Максима Исповедника, жившего в 7 веке. «Мое» – это только то, что я отдам. Или, как перефразированы его слова грузинский поэт Шолтеру Ставели, «что отдашь – твое, что скроешь – то потеряно навек». Трудно «быть», иметь гораздо проще. А быть человеком – это означает уже, по сути, приобщиться к божественной жизни, поскольку все подлинное человеческое укоренено в личности Господа Иисуса Христа. Почему и говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, «в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Но ведь наша жизнь как раз и дана нам для того, чтобы нам научиться быть, быть людьми, для того, чтобы мы превратили себя в настоящих людей. А как заметил «Медведь», один из главных героев гениальной пьесы Евгения Шварца, «Быть настоящим человеком очень нелегко». Поэтому и нужен нам сейчас пост для того, чтобы благодаря этому труду над собой и воздержанию, которое мы свободно, по собственному желанию, готовности берем на себя, нам удалось бы стать людьми в большей степени, чем в той, в какой нам это удавалось до сих пор. Аминь.